здравствуйте друзья у нас мы празднуем день независимости америки вот саша расскажет как три месяца спустя после того как он обрел здесь независимость 30 лет назад какой год то был 81 81 саша обретает независимость это весной я помню его провожали 12 апреля в день космонавтики как часто войну вот и значит через три месяца куда ты попал саша рассказывай я попал в лейк тахо там где горные дома и там у людей завлекают вот этими буфетами где он юг и ныть так называемый то есть можно ешь что хочешь да ешь что столько хочешь и сколько хочешь я о такой концепции никогда не слышал человек который меня привел он как бы сторожил он уже здесь полгода так он уже ел в таком месте он меня привел сюда я ему не поверил я говорю что я могу есть а потом опять пойти опять и ложись себе есть только не был 25 лет я много мог съесть они же попали они что не понимают что тут попадание серьезно у них сейчас будет бизнес но я не просто отобью то что я заплатил я надеюсь что то что заплатили вы тоже ребята вот ну дальше конечно началось мое блаженство но вкусно там было хорошо ну конечно вкусно для меня все было вкусно это было это было время когда моей любимой едой был макдональд и вдруг я попадаю в такое место где даже дают лосось устрицы а значит я не мог остановиться на достигнутом после первого второго третьего и опять 1 2 3 5 1 2 3 а мне стало жарко я пробил вот там я стал раздеваться это их таха в принципе там прохладно туда мы пришли серьезно одеты и нажмала на лыжах еще катались я стал раздеваться когда я дошел до футболки мои друзья сказали саша мы тебя сажим а потом началось как в том анекдоте не съем так понадкусаю уже когда речь зашла уже о сладком который я не мог пропустить а это был отдельный стол который был не меньше чем все остальное количество этих пирожных которые я должен был все попробовать вот когда при принес две тарелки пирожных это после всего и и я был уже в одной майке там был единственный чек в майке в то время а не значит как будто тебя не знают за пустой стол потому что нет меня они серьезно нет меня сели саша мне за тебя стыдно то есть то есть правила игры я спросил какие правила игры они сказали что с собой брать нельзя но я им сказал это меня не остановит вот и я продолжил со сладким уходил я не пришлось одному потому что они уж и даже за чужим столом сидеть уже было стыдно но я решил проверить эту свободу это американскую свободу вот здесь я все ждал что меня кто-то остановит собой ты не брал не собой не брал какие-то правила игры надо эту самую ты же не беспредельщик все по-честному я решил соблюдать правила игры собой не брал ну конечно на меня смотрели люди косо посетители или сотрудники тоже не сотрудники нет сотрудников ничем нельзя было удивить то я думаю ты не первый такой был там это у нас это русские раньше тоже были нет потом мне сказали что на самом деле было бы хуже как делают русские бабушки которых вывозят на автобусе чтобы они играли там по пять центов автоматы вот они как разберут собой и вот это и вот и вот это пресекают а меня мне подносили легитимный даже но сейчас бы тоже не стал так нет после этого уже на второй год пребывания в америке так слово all you can it у меня вызывало ужас английский я не знал это первое выражение которое вы выучил all you can it я думаю в какую рубрику вместить это видео ночи там кошмары америки в общем первое впечатление ладно все старше мы тебя поблагодарим значит и пожелаем тебе хорошего аппетита в дальнейшем